Лес, природа, золотая осень. Живи да наслаждайся таким чудным видом. Но жителям деревни Богданих они дали реки. Каждый раз уходя или возвращаясь домой, в мыслях только одно. Как бы безопасно добраться до ближайшей автобусной остановки. А это более километра. Общественный транспорт в деревню не уходит с тех пор, как развалился колхоз имени Горького. Желательно, чтобы это, конечно, было. Мы это хотим. Особенно дети, которые ходят в школу непосредственно, тоже ходят по этой дороге. Ходят далеко. И, конечно, пожилые люди. Просят местные жители не только остановку. Дорога к дому усугубляется отсутствия тротуара и освещения. В феврале этого года люди собрали более 70 подписей с просьбой о создании условий для пешеходов. И обратились в администрацию. Выяснилось, что дорога находится в федеральной собственности. И пока ее не передадут муниципалитету, по закону местные власти не могут что-либо сделать. Но и оставлять. Все, как есть, не стали. И в марте проезжая часть перешла району. Мы начали дальше требовать, что пора уже как бы делать. Получили ответ, что в третьем квартале текущего года начнется строительство. Остается до третьего квартала три дня, четыре. В субботу, воскресенье 30-е первое. То, что, соответственно, никто делать не будет. И если сейчас, пока сухо, добираться до дома проще, то зимой дорога в деревню станет невыносимой. Сугробы сужают, проезжую часть и передвигаться будет небезопасно. Соцработник Нина Захарченко не понаслышке знает, что приходится испытывать жителям Богданихи. Схожу, обслуживаю пожилых людей. И просто катастрофически. Вот меня, я оденусь утром, меня все обдают грязью. Это сейчас сухая погода, это нормально. И то, если я иду с тележкой, едут навстречу три машины. И три машины отсюда, я стою и жду, когда они проедут, чтобы они меня не сбили. Чтобы узнать, в какой стадии находится решение вопроса по благоустройству территории, мы обратились в администрацию Ленинского района. О проблеме знают, держат на контроле. И по словам заместителя главы администрации муниципалитета Сергея Гаврилова, в скором времени здесь должны начаться работы по возведению тротуара. Сейчас вышел подрядчик, соответственно, он сейчас будет делать до тротуара. Сроки, то ли до 10, то ли до 15 октября. То есть мы указываемся во все строки. У нас все работы по асфальту должны быть сделаны до 31 октября. Суничное освещение параллельно сейчас вопрос прорабатывает. Что касается маршрута автобуса, для того, чтобы его пустить, необходимо создать разворотный круг. Но так как земля, где планируется строительство, находится в частной собственности, то власти обязаны получить разрешение. Письмо с соответствующей просьбой администрации уже направлено владельцу участка. Ведутся переговоры. Юлия Пагасян, Владимир Бижонов, Елена Кошлева. Видное ТВ.